Портал Стеклой Палец Все о мобильных развлечениях на Glafi.com Всем привет, друзья! С вами Call Me Jesus И сегодня я заметил, что у меня в ангаре завелась мышь Да уж, ее сложно не заметить Давайте по порядку разберем ее характеристики Но перед тем, как мы сделаем это, небольшая историческая справка В начале 1942 года по инициативе Гитлера начались работы над танком прорыва С максимально возможной бронезащитой Были созданы лишь два опытных образца танка Маус Дальнейшие работы по выпуску 10 серийных танков были прекращены по указанию самого Гитлера Так как у Германии не хватало производственных мощностей для выпуска других, более важных видов оружия Первый прототип Мауса прошел полевые испытания довольно удовлетворительно Танк был оборудован настоящей башней для артиллерийских стрельб и полным комплектом внутреннего оборудования В бою эти танки испытаны не были И в апреле 1945 года при приближении частей Красной Армии к полигону Немцами было принято решение уничтожить прототипы ввиду невозможности их эвакуации И оба танка были взорваны Но значительным разрушением подвергся только один В дальнейшем из обоих поврежденных танков по указанию командующего бронетанковых и механизированных войск Был собран один 4 мая 1946 года он был доставлен на полигон в Кубинку Где и находится по сей день Но что из себя представляет танк Маус в нашей любимой игре? Давайте выясним это Орудие у Мауса такое же как и у его предшественника Оно обладает пробитием 246 на бронебойных снарядах и 311 на подкалиберах Но опираясь на свой личный опыт, скажу Голду часто использовать не приходится Так как точности орудия в 0.38 хватает, чтобы выцеливать слабые точки противника Альфа-страйк составляет 490 единиц Сведение у орудия не особо быстрое, 2,9 секунды Что касается подвижности Мауса, то ее почти нет Мы имеем крайне низкие показатели Максимальная скорость составляет всего 20 км в час Скорость поворота шасси 15 градусов в секунду А скорость поворота башни и вовсе 14 градусов в секунду Но почему же мы имеем такую слабую подвижность? А потому что у нас есть отличная броня, как и во лбу, так и с бортов Даже в корме танка мы имеем 160 мм брони Во лбу танка мы имеем броню 200 мм, которая расположена под неплохим наклоном В бортах мы имеем по 185 мм, что позволяет нам очень эффективно вытанковать ромбом Конечно, присутствуют и слабые места Это НЛД мышки и щечки башни Хоть в чеках башни Мауса и по 240 мм брони, но они расположены под прямым углом Что касается расходников, то тут все как всегда Первое римкомплект, второе универсальный восстановительный комплект и третье адреналин Оборудование ставим следующее Досылатель, стабилизатор вертикальной наводки и вентилятор Сегодня я покажу вам два боя Первый бой показывает броню мышки и насколько весело на ней врываться А потом я покажу вам самый стандартный бой на этом танке Начнем же! Первый бой пройдет на карте горячие пески В этом бою я решил просто поехать по центру, так как я был в топе, было много восьмерок и просто хотелось повеселиться Отдельно хочется отметить отличную стабилизацию орудия мышонка Засветив ИС-3, я и не думаю останавливаться и прямо с вертухи наношу ему урон После того, как я кинул по ИС-3 и началось веселье Меня пытается пробить почти вся команда противника И получилось это сделать только у 268 Остальные пока не достигли успеха в этом деле Я врываюсь на СТ-1, наношу ему урон Он начинает убегать, я кидаю ему плюху вслед Справа меня пытается пробить Т-44 Тут врывается ИС-3 и не пробивает меня К счастью, мои союзники тоже не дремлют и помогают мне с ИС-3 Вижу сзади СТ-44 и глупо выкатываюсь и принимаю ненужный дамаг от 2-6-8, которого можно было избежать Тут, наверное от безысходности, на меня врывается Т-44, но мы с союзниками быстро отправляем ее в ангар После этого я спокойно выкатываюсь и даю дамаг по ИС-3 и наши союзники добирают оставшихся противников В итоге моего раша я нанес 3600 урона, получил мастера и разведчика на маусе А также медаль поддержка и медаль стальная стена Как вы видите у себя на экране, я получил 20 попаданий и из них всего лишь 6 пробитий А из второго боя мы посмотрим лишь концовку Когда я совсем по-дурацки потерял свой ХП, я решил прорашить Е100 Обратите внимание, как я стою по отношению к противнику, и он меня не пробивает В свою очередь я зайду в голду и при помощи союзника убиваем Е100 Я прокатываюсь дальше и вдруг справа светится Е7, он стреляет и не пробивает меня В свою очередь я даю ему плюху, и тут на меня выкатывается фуловый второй С7 Опять же, обратите внимание на то, как я встал по отношению к Е7 Е7 стреляет и не пробивает меня Подкатывается союзный Е100 и мы начинаем разбирать Е7 Вдруг справа светится 268, я доворачиваю и получаю рюкошет Далее неосторожно вылетает вражеский 268 и получает путевку в ангар И тут мне немного не хватает маневренности мауса и вражеский Е7 добирает меня Далее наш союзный Е100, хоть и не с первого раза, но убивает Е7 Подведем итог Маус в прямых руках и при наличии поддержки от союзников способен тащить бои Но если вы останетесь совсем один, то ввиду слабой подвижности и довольно долгой перезарядки Вы вряд ли сможете что-то сделать Но в целом танк просто супер Если вам понравился данный видеоролик, вы можете поставить лайк и подписаться на мой канал Всем спасибо за внимание, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok